Ну что, всем привет! Давайте сегодня попробуем сделать глазки из эпоксидной смолы. Сейчас я на данном моменте протираю молды от всяких лишних ворсинок и мусора влажной салфеткой. По идее, лучше после влажной салфетки протереть бумажной лучше. Так уж 100% не будет никаких ворсинок лишних. Заказала такой маленький молдик прикольный. Мне очень здорово понравились из него глазки, но они больше подходят на какие-нибудь игрушки маленькие, но не более. Начинаю расфасовывать компонент А и компонент Б, и у меня два к одному, два к одному, или один зон, один зон. Вот, достала шпаки, сейчас размешаю. Кстати, на видео сейчас я начну мешать, вам будет казаться, что я размешу слишком интенсивно, но лучше не мешать слишком интенсивно, чтобы не было огромного количества пузыриков. Отстучу сейчас немножко эпоксидку, но мне это не всегда помогло избавиться от пузыриков. Начинаю разливать по молдам, соответственно, все. Сначала думала, что сделала один кладик из того маленького молдика, но потом решила все-таки залить все, да еще в добавок добавить еще второй. Вот этот дом, когда я уже второй был, передумала его не заливать. Сейчас у меня еще остался молдик для носа, я решила его сглазить эпоксидной смолой. Но оно мне не сильно помогло, потому что я слишком много налила, и там получилась ровная поверхность. Также я обычно эпоксидную смолу сглаживаю горелкой. Но в этот раз у меня горелка что-то не захотела работать, и мне пришлось использовать термофен. Все равно хотела эту партию попробовать вкладывать или на нем. Но здесь я уже достаю его и начинаю продувать каждый молдик температурой 300 градусов. Я пока приноровилась, на какое расстояние надо это делать. Долго это было, я немножечко, так что обрежу это видео, чтобы не слишком затягивать. Здесь, кстати, можно заметить, как дергается эпоксидная смола от порыва ветра фена. Способ, кстати, вполне себе ничего хорошего. Мне понравился, намного лучше, чем просто чистая горелка. Но если совместить вместе, то получится намного идеально. Здесь я убрала лишние пузырики, и вот, пожалуйста, начинаю доставать, смотреть. Намного лучше, если без всего это делать. То есть без горелки и без фена у вас так не получится сделать без пузырьков. Также я поставила в теплое место. Это у меня духовой шкаф вытяжки. У меня там очень тепло из-за того, что свет горит. Там очень тепло и стерильное, в принципе, помещение. Всем спасибо за просмотр. Я старалась. Субтитры сделал DimaTorzok